Доброго времени суток всем! И продолжается цикл видео о лаборатории психофизиологического обеспечения. Четвертая часть цикла, 4 части по всей видимости получится. И остановился я в предыдущем видео на методике Розенцвейга. Методика нами применяется постоянно, мы ее активно используем. Без нее работать очень сложно. И вот в этом видео я подробно об этой методике рассказываю. Как, что и зачем. Давайте пойдем дальше о лаборатории. Вопросы возникали у наших пользователей. То есть приобрели методики, но что-то возникли вопросы по скачиванию. Я показал в этом видео, как все просто и элементарно скачивается с нашего сайта. Задавали мне вопросы по экспериментально-психологическому исследованию. Появилось данное видео. Еще раз я проговорил по АПК-оператору в сравнении с автоматизированным программным комплексом контроль-допуск нашего производства, нашего изготовления. На него получен патент. Вот очень важное для меня видео по поводу, наверное, скорее всего, можно сказать, в плане психокоррекционной реабилитационно-здоровительной работы медицинских психологов. В предыдущем видео в этом цикле я уже говорил, что на первом месте идет, конечно, прежде всего, диагностика. Не поняв, не узнав, не бикивизировав то, что представляет из себя пациент, клиент, человек, мы не можем с ним что-либо делать. Подчас этот важный, основной, я бы даже сказал, этап, он часто психологами упускается. Приходят люди, просят какой-то помощи, психолог начинает делать пассы, надувать щеки, разводить руками и пытаться что-то внушить наиву, этому человеку, что-то посоветовать. А советы делал неблагодарные, их нельзя ни в коем случае давать, это запрещено. Вообще, этикой и психологической деятельности мы советов не даем, мы не гадалки, на картах раскидывать не умеем. Мы можем только предоставить человеку варианты возможной действительности, окружающей его. И уже человек сам непосредственно должен делать свой выбор. Это защищает психолога от неправомерных, некачественных действий. Советов психологи не дают. Они раскрывают перед человеком его возможности. У нас основной принцип лаборатории касательно психокоррекционных работ. Этот принцип звучит следующим образом. Только внутренние изменения могут привести к изменениям внешним. Человек должен меняться под воздействием обстоятельств, слов, которые он слышит, что-то видит и так далее. Но решение по своей судьбе, о своей жизни он должен принимать непосредственно сам. И вот это видео посвящено одному из аспектов оказания психокоррекционной помощи в самых разных ситуациях. Прежде всего, в медицинских ситуациях. То есть, при нахождении психолога в роддоме, в неврологии, в психиатрическом отделении и так далее и тому подобное. Очень интересное обстоятельное видео касательно именно помощи в разных психиатрических, в разных отделениях, в разных направлениях медицинской деятельности. Здесь, в этом видео я ругаюсь, слава богу, что не матом, по поводу MMPI-мини-мульт. Данная методика ни при каких обстоятельствах. Их две. Это методика Люшера, да, выбор восьми цветов Люшера. И методика мини-мульт MMPI ни при каких обстоятельствах не может быть использована при диагностической работе специалиста с большой буквы, всеми большими буквами психолога. Психолога использует эти методики Люшера и мини-мульт. Извините, подвиньтесь, вы мини-товарищ, вы не специалист. Эти методики использовать нельзя. Они не работают, они не адаптированы. Это бред, полный бред. И в этом видео я об этом говорю более подробно. Рассказывая о том, как работает наш автоматизированный программный комплекс контроль-допуск, мы получили опять же на него патент. И он лучший, на мой взгляд, на данный момент, из всего, что я могу найти где-то, прочитать о чем-то, оказывает он помощь в оценке, входной оценке персонала на предприятии любой отрасли при входном контроле, при выходе на рабочую смену. Человек вышел на рабочую смену, соответственно, перед выходом он проходит определенный контроль. Опять социальное видео. Далее, рассказ о методике уровень нервно-психической устойчивости. Так, у меня начало грузиться видео. Сейчас я вернусь назад. Про мини-мульт я сказал. Видеоинструкция, как пользоваться АПК, КД есть. Любимый анекдот это Как мы работаем, как не надо работать. Рассказ. Уровень нервно-психической устойчивости. Это видео посвящено методике ОНП. Далее, социально-психологическое видео, опять же, о чосе, психологическом чосе. О презентации, или, наверное, точнее будет сказать, да, презентация новых методик. Они недавно у нас появились. Мы изготовили пробу Бурдона, кольца Ландольта, корректурная проба. Они вполне себе законны. И даже более чем законны. Ими можно и нужно пользоваться при работе диагностической любого психолога. Социальное видео и выводы по очень интересному явлению в социальной жизни нашего современного общества по стоп-хаму. Рассматривается стоп-хам с точки зрения психологии. Крайне негативные отношения, но в определенном смысле положительные и негативные. 50 на 50. Но то, что это сводится в плане психологии человека, людей, здесь отображено и в названии, и в самом видео. Значит, социальное видео, просто-напросто, как готовят нас к войне. Значит, о социальных сетях, изменения на сайте, демонстрация патентной регистрации АПК-контроль-допуск, инструкция по отправке результатов ПФО, я уже это показывал в предыдущем видео в этой серии, как отправить результаты ПФО к нам на сайт, если предприятие вдруг решило заключить с нами договор дистанционного психологического обследования и получить результаты по своим работникам. Работники проходят тестирование, обследование, и мы не тестологи, мы обследователи. Вот так вот можно сказать. И здесь, соответственно, как люди отправляют нам результаты по дистанционным психологическим обследованиям от самых разных организаций и предприятий. Краткая видеоинструкция по отправке результатов ПФО, то же самое, но только покороче. Значит, тут уже идут методологические размышления об олигофрении и так называемых конституционально глупых психопатах по Ганнушкину, да, в сравнении олигофрении, как нарушение органической субстанции человека, функционирования его, и, соответственно, его социальное нарушение, когда он является конституционально глупым по Петру Борисовичу Ганнушкину. Социальное видео, интересно, критика не психологических методик, переполняющих интернет, посмотрите, очень интересно, чем люди пользуются, чему они доверяют, и сравните с тем, что предлагает лаборатория психологического обеспечения. Тесты, какой я любовник и ММПИ, подумайте над этим, посмотрите это видео. дебют шизофрении, очень интересное видео, действительно, разговор о шизофрении идет в этом видео. Ну и, соответственно, видео по АКМЕ, слову АКМЕ. Вот этот, на тот, на этот момент, это все видео, их более 250, если я не ошибаюсь, которые находятся на нашем сайте. это то, что мы имеем, это то, что мы предлагаем, в этом видео я попытался это продемонстрировать, с самого начала, по сути говоря, с того момента, как мы начали записывать вот эти самые видео, я рассказывал о лаборатории, ее деятельности, ее возможностях, ее достоинствах, недостатках и так далее. Давайте еще тогда на секунду вернемся. Получилось так, что видео, выстраивают некую последовательность, некий алгоритм жизни лаборатории, ее научной, практической деятельности и результат этой деятельности вы можете наблюдать на нашем сайте со всеми его особенностями. Сайт очень прост, здесь основные юридические документы лаборатории находятся, часть из них, при необходимости заключения договора, конечно, этот пакет, он дополняется, уставам лаборатории, вернее, НПЦ, АКМЭ и так далее. Здесь предложения для юридических лиц, коммерческие предложения для предприятий разных сфер деятельности, разных областей деятельности, и предлагается приобретение или же получение услуг от лаборатории. здесь наши отзывы с теми людьми, с теми предприятиями, контрагентами, с которыми мы сотрудничаем, ну, их дополнительно можно посмотреть еще в разделе 7. Соответственно, далее идет для физических лиц, мы предполагаем, что есть творческие люди, я надеюсь, себя таким отношу, я, как уже говорил, найди такой сайт лет 16 назад, я был бы безмерно благодарен за то, что в одном месте могу взять все для себя, что необходимо мне для работы. Пришел на работу после института, молодой специалист, как говорится, а чем работать? Первая методика на моем столе, вторая методика, третья методика, постоянные поиски, приобретения и так далее. Сейчас все есть, сейчас спокойно работаем и предлагаем нашим коллегам работать так же спокойно, как мы. Приобретаете программное обеспечение, приобретаете качественные патопсихологические, количественные бланковые методики, берете и работаете. На следующий день вы начинаете выдавать заключения. Через месяц, через два они начинают быть качественными, профессиональными заключения. Через год, набив себе руку, вы станете специалистом, асом в проведении диагностической работы. Ну и возможно параллельно будете понимать и знать толк в какой-то психокоррекционной реабилитационно-оздоровительной деятельности по отношению к своим клиентам, пациентам, людям. Продукция LPFO основной раздел, как я уже сказал, да, то есть тут у нас представлены все методики. Если мы зайдем в автоматизированные программные методики, они имеют еще под структуру. если мы заходим в MMPI, здесь мы видим подробнейшее описание нашей автоматизированной методики, их несколько версий, вы можете выбрать необходимую для вас. Очень подробно все описано в инструкциях каждой версии этой методики. По каждой методике сделано все то же самое. Обратите внимание, мы видим 10 версий методики MMPI и каждый из них имеет определенную особенность в плане безопасности, в плане функциональности, функционала. Наравится мне это слово и соответственно для физических лиц не составляет большого труда это все приобрести, оплатить через карту Сбербанка. Вот такой вот выбор методик автоматизированных. Самодостаточный выбор тем, то чем можно и нужно работать. Далее идут аппаратно-программные комплексы, речь идет прежде всего конечно о АПК-контроль-допуск и дополнительно мы можем поставить психзиологическую лабораторию под ключ. То есть это некий компьютер, ноутбук будем условно говорить или не один даже ноутбук там 2, 3, 4, 5 поставить в полном объеме с настроенными программными средствами, с необходимыми бланковыми методиками, качественными методиками. Одним словом лаборатория под ключ. все в одном комплекте, в одном наборе для любого количества специалистов. Надо значит работает у вас на этой деятельности в отделе кадров 10 человек, 2 человека, не важно сколько. Хотите для 10 психологов поставим, хотите для 2 поставим, для 1 поставим. То есть психзиологическая лаборатория под ключ. Компьютер со всеми установленными методиками, с проверенной работоспособностью однозначно, со всеми бланковыми и качественными патопсихологическими методиками. Это то, что касается аппаратно-программных комплексов, автоматизированных комплексов. Далее идет раздел автоматизированной методики. тут можно ознакомиться со всеми инструкциями по автоматизированным методикам услуги. Обратите внимание, все они называются услуга, 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 услуга. Далее разработки ЛПФО это то, чем мы делимся, пишем книги, создаем сборники, разрабатываем новые тесты. Соответственно раздел 6 очень объемный, большой это информация, демонстрация продукции ЛПФО, зайдите, посмотрите все это, скачайте, как это все выглядит, иноязычные методики, наша библиотека, о которой я уже говорил, более 2000 линейк, наши методологии публикации, мы предлагаем к реализации нормативы, опросы проводим и у нас есть файлообменник, если такая потребность у вас есть, вы можете нам что-то прислать, мы это возьмем, оценим, еще что-то сделаем по вашей просьбе. Соответственно далее идет важнейший раздел наших услуг, это раздел обследований, наши контрагенты и соответственно результаты могут быть загружены людьми, обследуемыми на наш сайт. Мы эти результаты получаем, обрабатываем и отправляем результат работодателю. Вот если вкратце, заходите на наш форум, там можно задавать совершенно спокойно, регистрируйтесь, задаете вопросы и мы отвечаем на эти вопросы или же наши коллеги. Форум стал посещаем, то есть люди туда заглядывают, смотрят, кто-то высказывается, задает свои вопросы, то есть можно получить консультации, конкретно практические, научно практические консультации. Если вдруг появится какая-то запись, даже пускай от профессионального психолога из разряда «давайте я вам погадаю», мы это конечно будем корректировать. Мы занимаемся научной деятельностью, а отнюдь не шарлатанством. Ну вот пожалуй наверное и все, о чем я хотел сказать. получилось 4 видео, сейчас я эти видео выложу по порядку с первого по четвертый и вы сможете с ними ознакомиться. Благодарю вас за внимание и удачи вам!